Здесь мы можем видеть технологические параметры. Уровень кипящего слоя, он считается от верхнего края циркуляционной трубы до верха кипящего слоя. Фабрика БКПРУ-4. Здесь, как и на других рудоуправлениях, проходит практический этап конкурса профмастерства среди сотрудников обогатительных фабрик компании «Уралкалий». В этом году честь родной фабрики защищают аппаратчики кристаллизации Алексей Кузнецов и Анастасия Гришина во главе с мастером смены Ильей Бояринцевым. Нужно было показать свои способности, способности моих подчиненных, показать, насколько мы работаем эффективно, технику безопасности, взаимосвязь нашу, совместную, так сказать, показать, что мы есть команда. Отделение кристаллизации – место, где находится основное технологическое оборудование фабрики. Здесь из очищенного от примеси раствора получают белоснежные кристаллы хлористого калия. Алексей Кузнецов отвечает за функционирование производственного процесса на верхних отметках отделения, а Анастасия Гришина – на нижних. На «Уралкалии» девушка работает уже 11 лет. Из них шесть в должности аппаратчика. После прохождения испытаний призналась, что уверена в своей команде и в своих силах. Конкурс у меня дебютный. Задания, в принципе, нетрудные. Зная свою работу, я не сомневаюсь, как бы отвечала. Строгая комиссия оценивала буквально все. Внешний вид конкурсанта, наличие средств индивидуальной защиты, знание технологического процесса и правильность действий по его ведению, контроль параметров, связь с другими отделениями и оператором. Также обращали внимание на культуру производства и охрану труда. Для многих этот конкурс – отличный шанс проявить себя. «В первую очередь это рост профессионализма. Человек готовится, что-то изучает, повторяет. При хорошем выступлении на конкурсе руководство его замечает и, возможно, продвижение по карьерной лестнице». Последний рывок – тестовое задание. Победители определят по общему количеству набранных баллов за все этапы. Имена тех, чьё мастерство оказалось на высоте, назовут на мероприятие «Ко дню химика». Лучших сотрудников наградят почетными дипломами и денежными премиями. Также победители конкурса в каждой номинации, а всего их три, лучший сменный мастер, лучший аппаратчик и лучшая команда технологов получат поездку в пансионат «Приморье» на берегу солнечного Геленджика. Мария Динова, Александр Зибзеев. Наши новости.